Ты говорила, сегодняшняя ночь, которая была уже знаковой какой-то? Нет, будет. Которая будет сейчас? Да. Ну, сейчас мало кто интересует и славянскими традициями. Так немножечко. Углюсь в историю нашей славянской традиции. Только немножко, а то твой конёк, если на него сядет сейчас всё. Коротко. Сегодня ночь, которая была, которая будет. Будет. 17-го на 20-го. Ага. Это ночь Шабаша-Ведьм. Это ночь перед Великим Праздником Купала. Что, все тёмные силы собираются? Да. Но мы-то уже здесь, сегодня к нам ещё прибудут. Да, её называют вот эту ночь Шабашем-Ведьм или ночью Скипер-Змея. Вот. Следующий день, 20-е число, это праздник Купальницы. В этот праздник раньше собирали лечебные травы, готовились к обрядам. И наступает покушка лета, ночь с 20-го на 21-го. Знаменитый праздник Купала. Ивана Купала? Купала. Просто Купала. Купала – это бог летнего солнца. Вот Ярила – весеннее солнце. А Купала – бог летнего солнца. Вот. Это переломный момент, с которого день будет равна ночь. То есть это самая короткая ночь в году. Соответственно, самый длинный день. 20-е число. То есть 21-го числа – это праздник Купала. Раньше в этот праздник обязательно, вот в эту ночь волшебную, очищали тело и душу. Каким образом? Душа очищалась, прыгая через костер. Соответственно, тело очищалось, купаясь в море, речке, то, что есть рядом. У кого нет, в бане. Была тоже такая великая традиция. Именно в бане париться с пучками, с феником из Иван-де-Марьи. Вот. Ну, вот таким вот образом люди давали настрой на все хорошее, что будет потом. И отпускали все плохое, что было до. И очищались. И очищались, да. А ты говоришь, что все темные силы соберутся. А они как воздействуют? Или они никак не воздействуют? Сами по себе? Ну, просто в эту ночь надо как-то быть, ну, как бы, больше в одиночестве. Думать о своей жизни, о своей душе. Не предаваться каким-то там весельям, утехам. Ну, как-то осторожничать, так скажем. Вот. А вот как раз в следующую ночь, в ночь на Купала, там люди просто радовались празднику. Были все вместе, водили хороводы, пели песни. Мальчики и девочки прыгали за руку, взявшись через костер. И было такое предание, если у них руки не расцепятся, то их считали уже жениховой невестой официальной. Вот. Опять-таки, плели венки. Ну, из любых трав. Ну, я слышала именно о лыке. Этот лыковый венок потом вешали дома, и он отгонял злых духов. Вот. А, ну, как бы, другие венки, которые вот на себя надевали, в эту ночь потом пускали по реке или по озеру. И тем отпускали все плохое, что у тебя было до этого. Вот. Вот интересное. Вот молодец, что рассказала. Спасибо за, так сказать, экскурс в историю. Спасибо.